Набирать скорость водитель Тойоты начал от перекрестка с улицы Карла Маркса, но уехать далеко ему не удалось. Встречный водитель полицейской Шкоды повернул налево. Ехал вот так прямо. Мужики просто повернули, меня видимо не увидели. И все. У дядька есть регистратор. Ага, сейчас, сейчас. Виноват. Я виноват. Я виноват – это ответ инспектора ДПС. Впрочем, этого признания по рации было мало. Полицейские начали проверку. В результате происшествия пострадавших нет. Транспортным средством причинен материальный ущерб. По факту аварии проводится проверка, уточняются причины и условия совершения ДТП. В ходе проверки нужно было определить, была ли включена сирена и работали ли проблесковые маяки на Шкоде. Водителю Тойоты удалось выяснить, что за несколько секунд до столкновения ничего на патрульной машине не мигало. Что, где маячки там? Явно не моргают. Нет. Маячков точно нет. Просто едет. Маяков не видно и на записи с патрульного регистратора. По этой записи уже очевидно, что инспектор не заметил встречную Тойоту. Через сутки в своем объяснении он укажет, что хотел уступить дорогу Марку, но нога соскочила с педали тормоза на газ и автомобиль выехал на встречную полосу. Про маяки и сирены в определении ничего не указано, а значит, они были не включены. По последним данным водителя Шкоды признали виновным, шофер на Тойоте получит стопроцентную выплату от страховой компании. Примерный ущерб у обеих машин по 400 тысяч рублей. Михаил Вагин. Место происшествия.